Продолжение следует... ...где вы живете и называете это своим, маленьким или большим домом. Конспект проповеди вы можете следовать на вот этом приложении на телефоне со всеми местами писаниями, загрузив эту аппликацию на телефон, которую вот сейчас вы видите на экране. В самом начале хотелось бы спросить один вопрос. Кто считает себя простым и негордым? Хотел сказать, пожалуйста, встаньте. Но потом подумал, потом же нужно будет извиняться за гордость. Но я хочу этот вопрос потом повторить снова в конце, поэтому вы имейте этот вопрос в виду. Возвращаемся к нашей теме предназначения твоего дома. Хочу вначале говорить о доме Божьем и о том, какой вывод сделал или какой ответ дал на этот вопрос сам Господь. Читаю с вами Марк 11 глава, 17 стих. Там написано так. Дом мой домом молитвы наречется для всех народов. И снова повторяю вопрос. Предназначение твоего дома. И вот здесь Христос очень ярко выразил предназначение или цель своего дома. И хочу, чтобы мы с вами рассмотрели три вопроса. Первый это что? Второй зачем? И третий для кого? Здесь, если это, ну скажем, обращаться к самому себе, то можно сказать так. Ну, мой дом, что это? Ну, это дом мой. Дальше. Зачем он? Какова цель этого дома? Знак вопроса. Для кого он служит? Тоже знак вопроса. И снова проводим параллели с ответом Иисуса Христа. Он отвечает на этот вопрос, говорит, что? Говорит, это дом. Он уточняет, что это дом мой. Начинается этот стих, который я прочитал. Дом мой. Дальше. Зачем он? Какова цель этого дома? Предназначение. И здесь Иисус очень тоже ярко объясняет. Цель, предназначение, он будет домом молитвы. В этом доме будут другие функции. Будут выполняться разные, может быть, другие предназначения. Но главная цель, главное предназначение моего дома, Господнего, это будет дом молитвы. Это главная цель, это то, чему посвящается этот дом. И третий вопрос, для кого он будет служить? И Христос отвечает, он будет для всех народов, для разных наций, культур и людей. А теперь мы этот же вопрос попробуем задать самому себе по отношению моего дома, собственного. Или это комната, или квартира, или дом. Какое предназначение твоего дома? Первый вопрос, что? Ну как, что, что? Ну мой дом. Здесь вроде бы все понятно. Зачем? Какова цель твоего дома? Ну, чтобы жить в нем для меня, для моей семьи. Третий вопрос, для кого? Снова ответ, для меня и для моей семьи. Вы видите, что немножко как бы идут такие все ответы, очень быстрые, может быть, без подготовки. Звучат немножко эгоистично, но правдиво. Мой, мое и мне. Мой, мое и мне. Если мы хотя бы немножко, ну, осознаем или понимаем, что цель нашего дома или все, что мы имеем, нам дал Бог, а мы верующие так именно верим и так понимаем, даже люди, которые не верят в Бога, мы понимаем, что все создал Бог и жизнь дает Бог, то мы понимаем, что если мы это осознаем, то тогда у нас появляется желание хотя бы немножко или хотя бы что-то отдать тому, кому мы благодарны. И вот сегодня именно в праздник, в День Благодарения хочется поговорить, вот как мы отдаем, насколько мы осознаем то, что мы имеем. И об этом можно говорить не только по отношению к дому, где мы живем, а, например, какое предназначение твоей машины, какое предназначение твоего времени, твоего здоровья, твоего дома или даже церкви, которая есть Дом Божий. Потому что, возможно, что мы здесь тоже можем стать немножко эгоистичны и не впускать даже в этот Дом, скажем, образно Божий или Церковь чужих людей. У нас здесь своя зона комфорта, у нас здесь свои отношения, у нас здесь свои люди, а чужие люди сразу чувствуют себя, что они здесь чужие. Снова задается вопрос, какое предназначение Дома Божьего, твоего, но в данном случае мы поговорим именно о нашем личном Доме. Если мы понимаем, что Бог нам это дал. Во-первых, в Америке, наверное, можно сказать или напомнить о том, простите за то, что испортил вам праздник, что Дом, по идее, у большинства людей не ваш, а еще банковский. Второе, что Дом, он еще не совсем, как бы, можно сказать, мой, а если я понимаю, что Он дал мне его Бог, то Он хотя бы где-то, хотя бы чуть-чуть, хотя бы наполовинку должен быть еще и Божий. Если это так, то как это выражается или проявляется в нашей жизни? Самый лучший способ отблагодарить взаимностью Бога или отблагодарить Бога вообще, это что-то сделать Богу в знак благодарности. Как это работает на практике? Это когда мы что-то делаем людям, ближним, разным людям. И в Писании мы читаем, что даже когда мы кому-то даем чашку холодной воды или служим какому-то человеку, то Христос объясняет, что это то же самое, что вы это делаете мне. То есть наша благодарность, наше добро, которое мы делаем людям, этим мы выполняем две полезные функции. Мы и людям помогаем, и одновременно также служим этим Богу. Хочу прочитать с вами местописание 2 Коринфянам 9 глава. 2 Коринфянам 9 глава, где написано вот что. Чтобы вы всегда, всегда, не иногда, во всем, имея всякое довольство, уже трудная задача, правда, быть довольным всегда, были богаты на всякое доброе дело. Не просто были, ну так, ну иногда раз в год какое-то добро. А чтобы верующие люди, которые называют себя верующими, чтобы они были богаты добрыми делами, действиями, в пользу других людей. Дальше написано. Чтобы были богаты на всякое доброе дело и на всякую щедрость. Щедрость, я думаю, мы понимаем. Которое через нас, это уже говорится о нас, производит благодарение Богу. Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих, во многих обильные благодарения Богу. Итак, у нас есть, подходя к празднику благодарения, есть несколько уровней, как мы можем выразить Богу благодарность. Один уровень, я сам в себе тихонько сказал, Господи, спасибо, Господи, я Тебя благодарю. Другой уровень, это когда наши действия, благодаря нашему участию, мы как бы производим действия, что люди, которые живут в этом мире, некоторые, которые даже о Боге не задумываются, не осознают или даже в Него не верят, вдруг у них может вырваться благодарность Богу благодаря вашему участию, благодаря вашим действиям. И здесь в этом месте Писания есть ключевые некоторые слова. Первое, это всякое доброе дело. Второе слово важное, это щедрость. Добрые дела и щедрость, Библия называет это служением. Дело служения сего. И как результат, это в людях производит обильное благодарение Богу. Оказывается, что мы можем влиять, как люди благодарят Бога. Мы можем участвовать в этом процессе и отдавать больше Богу славы, показывая, показывая снова и снова этому миру, что мы дышим. Все, что мы имеем, мы это благодаря Богу. И даже не совсем все приятное или понятное, все равно мы верим, что в этом есть милость Божья или какие-то божественные процессы в нашей жизни. И один из методов, как мы можем выразить эту благодарность или произвести благодарность в людях, в других, посторонних, это через наше гостеприимство. Особенно хочется говорить об этом в празднике, когда к нам грядут выходные дни. И выходных дней будет не один и не два, а их будет несколько подряд. Вот это уникальная возможность, когда мы людям можем другим людям служить, своим домом, предназначение твоего дома. Я так верю, что правильно, когда каждый христианин понимает, что мой дом, он принадлежит не только мне, он предназначен не только для меня. И если Бог мне его дал, то слава за это Богу, и он хоть как-то, хоть когда-то, хоть где-то должен служить другим людям. Потому что когда-то Бог его нам дал. И я верю, друзья, что Бог не дает ничего людям с эгоистичными целями. Да, это хорошо, этот дом, он может служить для нас, это наше жилье, наша крыша, это хорошо, в этом нет ничего плохого, но этого мало. Для людей, которые познали Бога, этого мало. Это уровень очень мелкий. Вот почему хочется напомнить, что все, что мы имеем, не принадлежит нам. И если ты хочешь сказать, что это мой дом, как хочу, так и решаю, это моя жизнь, как хочу, так и живу, то я хочу вам напомнить, что даже твоя жизнь не принадлежит тебе. И об этом написано в Писании. Это один из моих любимых стихов, которые, я думаю, стоит знать наизусть каждому христианину. Записано 2 Коринфянам 5, 15. А Христос за всех умер. Это мы помним. А дальше важно помнить, чтобы живущие, верующие не жили для себя. Потому что у людей есть тенденция стать эгоистами. Людям более свойственно, более естественно жить эгоистично. Вот почему написано, что Христос умер, не только чтобы простить грехи, не только чтобы спасти людей, но чтобы люди, помните, умер, чтобы люди не жили для себя. Поэтому и твоя жизнь, и твой дом, он в принципе не принадлежит тебе, если мы имеем правильное понимание этих вещей. И праздники, и снова хочется напомнить, это есть возможность. У некоторых праздники это сразу приятные эмоции. Мы будем вместе сидеть и праздновать с семьей и родственниками, нам будет весело и хорошо. А у некоторых праздники это очередное напоминание, что ты один, тебе идти некуда, и никто тебя в гости не позовет. И у тебя праздник будет снова один, сам себе подписывай открытку, а потом открой и удивись, какой сюрприз. Правда, не очень приятное. Вот это напоминание, что тебя никто не ждет и никому ты не нужен. И кажется, и праздник уже не праздник. И вот здесь, друзья, мы, люди верующие, мы можем кому-то подарить праздник. Мы можем кому-то сделать праздник через эти наши дела и действия. Написано в Писании, это производит в людях благодарение Богу. В других людях. И в первую очередь производит благодарение Богу, а не тебе. Потому что часто мы даже можем обидеться, когда мы что-то сделали людям приятное, а нас даже не поблагодарили. Это один начальный уровень христианства. Другой уровень более глубже, когда мы людям что-то делаем, и мы понимаем, что нужно сделать так, чтобы в первую очередь благодарность была Богу. Это немножко другой уровень. Но я думаю, к нему тоже можно и стоит стремиться. Хочется прочитать Римлянам 12 глава, 12 стих. Написано так, «В скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны, в нуждах людей принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве». Новый перевод. «Помогайте святым людям, когда они в нужде, проявляйте гостеприимство». Итак, друзья, написано, «Принимайте участие в нуждах». То есть помогайте людям, «Служите людям». Нужд есть их много, и даже в Америке они есть. И дальше вопрос возникает, «Как?» Написано, «Принимайте участие в нуждах». Дальше стоит точка с запятой, и написано, один из методов, как вы можете людям дарить праздник, это через гостеприимство, когда вы принимаете людей у себя дома. Дальше можно еще, конечно же, здесь дополнить, что, наверное, легче дать деньги. Это тоже помощь. Но почему-то здесь написано о гостеприимстве, как будто бы нас на другой уровень как бы подтягивают. Когда ты людей принимаешь у себя дома, здесь сразу вскрываются разные-разные сферы твоей жизни, твоего сердца. Мы об этом поговорим очень подробно сегодня. И еще хочется подметить, что начинается это местописание с такого, кажется, непонятного контекста, если вы в скорби, если вы в беде. Принято думать у людей нормальных, что когда мы в скорби и в беде, то мы никому не помогаем, а все должны помогать нам, потому что мы в скорби, мы в беде. А здесь Писание показывает нам совершенно другую перспективу, взгляд Бога на эти вещи и совет каждому верующему, что как раз именно в скорби, когда тебе больно и трудно, никогда не оставайся сам на сам с собой в своих проблемах, иначе тебя задушит саможалость. Эгоизм и саможалость тебя раздавит. Это яд. Будет еще хуже. Но когда ты в скорби и в трудностях, вот именно тогда вставай и действуй. И поверь, тебе будет легче. Хотя бы из-за того, что в фокусе внимания ты уберешь из себя своих проблем и отдашь, сделаешь приятное другому. Это, друзья, очень тонкие, очень важные библейские принципы. Даже верующим свойственно в проблемах и в скорбях, когда больно закрываться в себе. Есть такие названия, называются христианские улитки. Это, которые верят. Но как только что-то касается каких-то проблем, сразу мы залазим вот в эту нашу крепость, в этот дом. И мы туда никого не пускаем. Но здесь написано вот именно вот в такие периоды, сезоны в скорбях, терпеливы, в молитве постоянны. И дальше как будто вывод, как глоток свежего воздуха. И кому-то сделайте еще добро, кому-то послужите. А что, если я интроверт? Знаете, такое слово, да? Это человек, который вот любит быть сам, который любит быть вот, ну, один на один, любит тишину, и здесь вот кажется, ну как, здесь написано в Писании, мы с вами читали, ревнуйте, если можно еще раз стих на экран, ревнуйте о страноприимстве. Слово ревнуйте, видите, это значит, нужно стремиться к этому, значит, нужно сильно желать этого, сильно хотеть этого. Наверное, здесь есть очень важный контекст, что значит, оно само по себе как-то не получается. Или, наверное, люди забывают об этом. Люди больше склонны, чтобы сконцентрироваться снова на себе и быть сам в своей крепости. Вот почему написано в Писании, ревнуйте об этом. Нужно этого стремиться, хотеть и желать. Именно о чем ревновать? В Писании не так много, о чем Бог призывает людей ревновать, то есть хотеть и желать, и достигать. написано, ревнуйте о дарах духовных. Это нужно желать, сильно хотеть. И здесь написано то же самое слово, ревнуйте о гостеприимстве, где вы можете вашим домом, временем служить людям. А если я интроверт, то, наверное, нужно сказать, Господи, ну как ты мог такие места Писания поставить в Библию? Господи, знаешь ли ты, что такое интроверт? Как же таким людям выживать в таких условиях и читать вот это? Оказывается, Писание, оно Бога вдохновенно и полезно для всех. И теперь хочется поговорить о нашем внутреннем состоянии, как это связано, наше сердце именно с гостеприимством. Итак, гостеприимство это индикатор твоего сердца. Это показатель твоего внутреннего состояния. Это вот показывает, что у тебя в сердце есть и мы с вами сейчас попробуем вместе посмотреть, как это работает. Определение. Вначале хочется сказать, что такое вообще гостеприимство. Это готовность в сердце принимать людей у себя дома с целью, чтобы им послужить, служить, делиться, оказывая им внимание, общение, замечая людей, которые именно возможно больше всего в этот момент, в этот сезон нуждаются во внимании. Что такое негостеприимство, то есть противоположное значение это враждебность, замкнутость, необщительность, жадность, эгоистичность. А теперь хочется еще добавить неофициальное, неофициальное определение, что такое гостеприимство. Это проверка внутреннего состояния человека. Проверка на эгоизм, проверка на гордость, проверка на жадность. Это наша зона комфорта. Это проверка на ропот и на простоту. И возможно ты наверное не такой простой, как ты думаешь, что ты простой. Если ты думаешь, что ты простой человек, то стоит гостям прийти в твой дом без предупреждения, вся простота улетает. И давайте сейчас по порядку пройдемся, какой же индикатор сердца, который связан с гостеприимством. Первое это эгоизм. Именно эгоизм он выделяется или проявляется, когда говорится о этой теме. Чтобы больше это понять, хочется задать вопрос. Друзья, скажите, пожалуйста, у кого из вас за год были гости, не считая родственников и друзей? у вас дома были гости в течение года, не считая родственников и не считая друзей. И не считая, когда к вам приехали люди и сообщили, что через недельку мы будем в Джиксонвилле. Ну, куда вам деваться? Надо, надо. Здесь уже как бы надо. Я говорю о другом уровне, когда это была ваша инициатива, когда вы не случайно, а целенаправленно решили, что я хочу своим домом, это предназначение моего дома, я его посвящаю тому, чтобы он служил людям, не только мне, не только моей семье, но еще и другим людям служил. И вы целенаправленно кого-то зовете. И зовете не того, с кем вам комфортно общаться, не того, с кем вам ну просто весело проводить время. А вы молитвенно, очень так взвешенно подходите и вы ищите и приглашаете людей именно таких в дом, кому они будут просто в шоке от вашего приглашения, что вы их заметили, что вы их позвали, вы даже не знаете, о чем вам с ними разговаривать. И вы именно таким людям целенаправленно пытаетесь послужить. Как написано, ревнуйте о гостеприимстве. И если мы признаемся себе, что у нас за год не было таких вот встреч, или может быть один-два за год, за год, я говорю за год, не за месяц, тогда у нам есть возможно повод думать, что возможно мы эгоисты, возможно мой дом, моя жизнь, мое мне и все мое, мое время, мое дом, моя жизнь и все мое. И мы так проживаем, и мы так привыкаем, мы не замечаем, как мы в этом утверждаемся. И чем дольше мы живем и не приглашаем никого, не служим людям, мы просто охладеваем, мы стаем черствыми, еще есть такое в Библии слово жестокосердечными, жесткими в сердцах наших, черствыми. Мы привыкаем, мы даже не замечаем, что мы привыкли жить в эгоистичной, selfish, в таком стилем и образом жизни. Конечно, если, допустим, вы служите в других каких-то сферах, в каким-то другом служении, вы очень активны, либо в церкви, либо за стенами церкви, либо на сцене, либо за сценой, вы где-то активно служите. Возможно, это хорошо, это нормально, возможно, у вас даже нет времени на это. Но вы знаете, что чаще всего люди, которые нигде не служат, у них и этот вопрос очень сильно страдает. Именно ни домом, ни добром и нигде. И получается снова, что мы утверждаемся в своей эгоистичном стиле своей жизни. Дом наш, он встает как наша крепость. Там много чего скрывается. И одна из вещей, которая там возможно скрывается, это именно как раз эгоизм. Вы знаете, что раньше люди приходили домой в гости без предупреждения. Когда не было телефонов, не было интернета, медиа, помните, да? Люди просто нарисовались у вас и вы так, ну, и не успел не убрать, не приготовить. Ну вот приходите. И когда так было раз за разом, десятый, двадцатый раз, люди привыкли, привыкли служить, привыкли принимать, привыкли служить людям. А сегодня есть выбор. Можно предупредить, а можно подумать, пригласить или нет? И какой выбор всегда в пользу эгоизма? За год никого? Или за год может быть, ну, кто-то случайно попал, и то не была ваша инициатива? И вот мы так как бы привыкаем к этому, привыкаем и стаем очень эгоистичными людьми. Вы знаете, что у нас, нашу церковь за прошлый год больше сто человек, новых членов церкви добавилось. Вы видите, какая картина перед нами, кого можно приглашать? И как можно людям реально служить? У людей, у которых здесь нету родственников, нету друзей еще, новый город, все новое. И вы их вовремя позвали. Они будут помнить это всю жизнь. Именно вас запомнят ваш поступок. Но чтобы это случилось, нужно в эту сторону хотя бы как-то думать или понимать, или задавать себе если оно только мой, мое и мне, это одно. Но я верю, что предназначение может быть больше. Дальше. Вы скажете, ну, гостеприимство это чисто славянская культура, в Америке это не работает. Могу с вами не согласиться. Я жил во Франции в семье, где гости не выбывали из дома. Я был удивлен. Они не славяне, у них нету никаких корней русских, украинских. Но у них гости были, жили. Я жил сам пять лет. Я видел эту семью. У них постоянно были люди. Это был образ, это был стиль, это было их сердце. Дальше наша молодежь однажды ездила в поездку в Даллас, Тексис на Gateway Conference и одна американская семья пригласила их в гости. 11 человек. Они были готовы им предоставить ночлег у себя дома и всех их покормили в ресторане. Это уже не славяне, это уже американцы, это уже было недавно. Это наша молодежь в Далласе, Тексис. Оказывается, что гостеприимство это не культура славянская или американская, это культура христианская. Христианская. 11 раз в Новом Завете пишется о гостеприимстве. 11 раз в разных контекстах. Вам в Украине, в России гости у нас дома были чаще. Кажется? А когда мы сегодня живем в Америке, нам даже трудно вспомнить, когда они были последний раз. Вот почему хочется бить тревогу христиане. Давайте не будем привыкать к этому состоянию, давайте не будем становиться эгоистами, давайте не будем привыкать к этому, иначе мы сами себя погубим. Кто-то скажет, я хочу просто спокойной жизни. На самом деле корень я просто хочу эгоистичной жизни. Дьявол он обманщик, он все равно не даст тебе спокойной жизни. У тебя будут напрягать другие разные вещи, все равно проиграешь. Жить просто только ради удовольствия или развлечений это плохо. С одной стороны иногда можно, я не против иногда каких-то удовольствий, но если это самый главный стиль и образ жизни, приоритет это развлечение и удовольствие, то это очень влияет на твое духовное состояние. Читаем с вами вместе 1 Тимофея 5 глава 6 стиха. 1 Тимофея 5 глава. А сластолюбивая заживо умерла. Сразу как-то непонятно за что умерла. Правда? Сластолюбивая заживо умерла. Новый перевод более понятный написано живет ради своего удовольствия. Ее можно считать заживо умершей. Английский перевод нам дает еще более расширенное понятие. Кто живет только ради удовольствия духовно мертвой. Контекст этого местописания говорит о женщине. А точнее о вдове. Которая возможно раньше жила ради моего дома. Ради моей семьи. Ради моего мужа. Ради моих детей. И пришло время, когда жизнь забрала мужа. Муж умер. Забрала детей. Дети выросли и ушли из дома. А эгоизм внутри остался. Вот почему именно такие тонкие детали подмечает Писание. Тогда в тот период не начни жить только для себя и только ради своего удовольствия. Кажется ну сейчас не могу жить для других или не могу служить потому что у меня дети. Вот в этом контексте как раз пишется тогда когда уже детей нету потому что там говорится о старшей вдове. Ну имеется ввиду что они уже взрослые. И уже нету мужа. Подчеркивается когда человек окажется нету причин чтобы жить не жить для других. И здесь снова подчеркивается что внутри человека сколько эгоизма что он все равно будет жить ради себя. Ради своих только целей и предназначения моего дома и моей жизни оно принадлежит только мне. Вы знаете что люди которых раньше или так скажем у которых часто были гости или много они служили людям то часто это большие семьи. Почему это так складывалось что у них не всегда часто было все приготовлено не всегда было все убрано. и здесь снова это подтверждает что вопрос был даже не в уборке и не в еде а в состоянии сердца. Именно в состоянии сердца. Написано филиппийцам 2 глава 3 стиха Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию. Не о себе только каждый заботится но каждый и о других. Не о себе только заботится но о других заботится. Ибо в вас должны быть те же чувствования чувства как и во Христе Иисусе. Новый перевод не делайте ничего из-за эгоистичных или тщеславных побуждений. Руководствуйтесь не только своими интересами но и нуждами других людей. Мой отец он как-то всегда всегда жил этим пытался он наверное как-то в нас это вложил пытался людям служить всегда в любые праздники личные или общие или даже без праздников. Всегда замечал людей и как-то звал их домой. Александр Мотыльков это самый старый член нашей церкви 96 лет. Недавно его 97 его дети рассказали мне историю что когда у него был день рождения и у него спросили кого пригласить и семья родственники хотели чтобы пригласить только семью только родственников. И этот уже достаточно пожилой человек сказал хочу пригласить и он сказал кого он хочет пригласить кажется ну уже в таком возрасте кого уже приглашать кажется ну уже в таком возрасте ну кого уже и памяти не хватает а он как-то вспомнил определенных людей и вот смотришь на этих людей они более старшие и кажется ну почему они другой породы Почему они другой природы? Почему люди более молодые, они по-другому мыслят? Более мы туда падаем в сторону эгоизма. А люди более старшие, они как-то по-другому мыслят. И вот когда мы живем в этом контексте Америки, хочется просто призывать, хочется кричать, хочется напоминать. Люди добрые, давайте не будем эгоистами. Давайте не будем эгоистами. Давайте не будем эгоистами. Давайте не будем привыкать к этому статусу, к этому положению. Потому что если мы будем эгоистами Если в нашем доме за год никогда никого не было Друзья, опасность в том, что ваши дети будут еще больше эгоисты, чем мы Знаете почему? Потому что общество разлагается И мы смотрим, что следующее поколение, оно стоит чуть-чуть хуже, чем предыдущее Если мы посмотрим на такой простой, например, аспект, как, например, уважение и почтение к родителям Правда, ваших родителей вы почитали больше А ваши бабушки почитали предыдущее поколение еще больше А это поколение сегодня? А как вы думаете, как следующее будет относиться к родителям? Мы видим, что общество разлагается, и об этом пишет Библия Что оно будет хуже Вот почему придет конец этого мира и света Вот почему, если мы будем эгоистами, то наши дети и наши внуки будут Ну, по крайней мере, чуть-чуть больше эгоисты, чем мы Чуть-чуть больше будут Вот почему нам важно не соглашаться с этим стилем жизни Ворушить, будить, что-то менять И говорить, давайте не будем, давайте будем ставить цели Хотя бы раз в месяц, может быть Но как-то кого-то замечать в этой жизни И звать их к себе Уделять им внимание Выходить из зоны комфорта Не делать этот культ личности, что все мое Privacy, все закрыто Никто никуда туда не зайдет Этим мы культивируем эгоизм внутри нас Поэтому, когда идет речь о гостеприимстве Первая проверка – это отношение нашего сердца Это нам немножко вскрывает, что мы эгоисты внутри Второе, что вскрывает гостеприимство – это гордость Гордость Или Мы движемся, мотивируемся показухой Второй Тимофея, третья глава Написано В последние дни наступят времена тяжкие И кризис вот какой Люди будут самолюбивы Горды, надменны, неблагодарны Вот какой кризис грядет люди Люди будут самолюбивы Горды Такие люди будут Об этом уже предсказано И причина часто, почему у нас нету Почему мы не служим своим, скажем, домом Даже скромным домом Другим людям Потому что Гордость не дает На самом деле причины, кажется, расписание Кажется, в доме не успел убрать Кажется, не успел приготовить Вот эти причины кажутся причиной На самом деле это гордость Знаете почему, друзья? Потому что Если за год у нас в доме Такие редко случаи происходят То мы понимаем, что причина не в уборке И причина не в еде, которую не успели приготовить А причина в сердце А когда Иногда есть еще такие варианты Когда мы не принимаем у себя Гостей или людей в доме Потому что, кажется, дом недостойный Слишком старый Ни модерный Ни современный До сих пор по карпету ходим До сих пор еще Еще там что-то Окна не поменяли Кухню У вас еще мрамора нету Ну и так далее И кажется Так в чем причина? Причина в тонких вещах В гордости внутри Христианская простота Она забыта Потому что нужно, чтобы все было шикарно Нужно, чтобы все было показательно Нужно, чтобы все блестело И вот в этом, друзья, беда Это беда Это нехорошо Это для верующих людей Это нехорошо Почему-то в бедных странах Гостеприимство, оно более развито Я это много раз испытывал на миссии В разных бедных странах У них нет никаких условий хороших И как же они таких важных Нас, американцев, принимают Потому что там причина Корень В другом Там нет этого порока сердца Где нужна показуха Где нужно что-то вот Ну как-то не впасть лицом в грязь Ведь, друзья, никто Правда, редко-редко Кто может признать, что В моем случае Эта вот гордость не дает На самом деле Мы всегда ищем разные Другие причины Но мы уклоняемся От простоты Особенно мы можем Даже резко обидеться Когда нас не предупредили И приехали Свалились, как говорят На голову Но до этого 19 веков До вас Не предупреждали никого Но именно в 19 веке Культ личности стал На самом высоком уровне Именно в 19 веке В 20 Именно вот Как никогда Privacy Что ты хочешь То и сделаем для тебя Даже уже готовятся законы Когда будут тебе помогать Умереть Если ты этого сам хочешь Только чтобы тебя не обидеть Не тронуть Нигде не ущемить тебя Не сказать Не обличить Ничего Только сам себя люби Я мое Я И сам себя люблю Сам себя фотографирую Все вокруг культа личности Это развивает в нас гордость И снова эгоизм Хочу обратить ваше внимание На один принцип Который был в Старом Завете У евреев Если вы не знали Что у них Когда мы говорим о десятине У них была не одна десятина А было их три Если вы не знали То было три десятины В Старом Завете Одна десятина Отдавалась священникам Левитам Приносилась в храм Вторая десятина Отдавалась Это она предназначена была Для праздников Которые праздновали евреи И была третья Вот хочу обратить ваше внимание На третью Знаете какая была третья? Третья предназначалась Для бедных Для странников Для гостей Которые придут в ваш дом Без предупреждения И вот эта десятина Она оставлялась Сохранялась дома Это какой-то запас там Продуктов Или еще чего-то Но заметьте Что предназначение было Для других людей Для нужд Бедных Несчастных Для гостей А теперь хочу подчеркнуть Что этот принцип Придумал не философ И не президент Америки А Бог Принцип сам постановил И вот нам можно отсюда Просто взять пример Хороший Как нам можно сегодня жить И двигаться Замечать И служить людям Кто-то скажет Ну если бы у меня в доме Был ремонт Достойный Я бы наверное приглашал А так куда приглашать? Мне стыдно приглашать В такие условия Друзья На самом деле Это самообман Это дьявольская ложь Это только мечты Это экскюзы Это все гордость Если у нас внутри Наше сердце Переполнено любовью Ты не будешь смотреть На это Ты не будешь смотреть На эти все вещи Это будет все второстепенно Но если в нашем сердце Эгоизм и гордость Мы найдем кучу причин Чтобы это не делать Вы скажете Ну у меня Я даже дома не имею Я живу в квартире В апартаментах Как в Америке Приглашать в гости В апартаменты? Друзья Снова приведу пример Моего отца Он жил в апартаментах И мои родители приглашали Даже в апартаменты Такие средненькие Такие серенькие И даже карпит был Такой серенький Все так было серенько Как в апартаментах Проблема не в доме Друзья Проблема в сердце Я помню Как когда-то У меня был момент Я даже сейчас сам Как-то удивляюсь Жил я Не у себя дома Был такой сезон в жизни И не у себя дома Просил разрешения Прогласить гостей Не к себе домой Оказывается Друзья Снова Даже если у тебя Есть просто комнатка Но если ты движим Этой любовью к людям Как-то кому-то Кого-то заметить И послужить И подарить ему праздник Ты их даже В панеру пригласишь Ты найдешь варианты Посидишь хотя бы на порче Ты просто заметишь человека Ты просто сделаешь Кому-то добро И этот твой поступок Написано Производит во многих Обильное благодарение Богу И тебе будет самому На сердце легче Иначе от эгоизма И гордости Мы сами гнием И сами не знаем В чем причина Вот почему сегодня Хочется выступать Против этого Хочется выступать Против эгоизма И гордости Хочется сказать Давайте будем молиться И говорить Господь Если это во мне есть Искорени это Убери это Я не хочу так жить Но даже молиться Об этом трудно Потому что трудно Это признать Правда признать Гордость это очень опасная вещь Это очень опасный грех Он только вскрывается Уже на четвертой стадии Как рак Четвертая стадия Уже все Уже смертельно Уже человек далеко зашел Признать это Очень и очень тяжело Когда помните Иисус Христос Тоже был как-то в гостях И помните Там его Марфа Тоже встретила Как достойная Славянская хозяйка Там все готовила Там были салаты Там было все Там было убрано И чисто И Христос Как-то ее остановил И поправил И сказал Марфа Ну это нормально Чистота Это хорошо Готовить еду Это правильно Но пойми Это не главное Это не главное в жизни Это не главное Потому что это лишает тебя главного Нельзя Да, можно стремиться К чистоте в доме Можно стремиться К хорошей еде в доме Но нельзя Чтобы эта чистота Лишила нас Возможности служить Мы так собираемся Гостей позвать Так вот-вот-вот Уберу Вот-вот приглашу Вот-вот надо будет Вот-вот Что это надо Никогда не наступает Если быть попроще Знаете Есть такое место в Писании Будьте просты Как голуби Вот это христианская характеристика Будьте просты Но в Америке Люди стают непростые В Америке Люди стают эгоистами Стают гордыми Но христианство Библия Она одинаковая Для всех И для американцев Вот почему нам Живя в этой стране Нельзя допустить это Нельзя двигаться По этому течению Нам нужно Самого себя Разбудить И сказать Я эгоист Я живу для себя Я не хочу так жить Давайте будем Хотя бы об этом Молиться Хотя бы об этом Иногда думать Вы знаете Что Для одних Важно послужить Даже в ущерб Своему я Имеется ввиду Своим домом А для других Важно Чтобы не было Ущерба Своему я А послужить Это Второстепенно Потому что Когда Как я сказал Появляется кто-то У нас дома То часто Часто Наша гордость Сразу Проявляется Нам встает Почему-то Стыдно А на самом деле Если ты с чистым сердцем Готов Любить Служить Ведь вся Вот эта показуха Это же Когда гости приходят Это же Ненастоящее В доме Идеальная чистота Так все Сервировка Такие все Такие блюда Это же Ненастоящая Твоя жизнь Ежедневная Это просто Показуха Это не значит Что нельзя Ну понятно Убрать Я за Друзья Никому не рассказывайте Что пастор запретил Убирать в доме Можно убирать Можно готовить Но когда это лишает Нас Вот мы одеваем маски Мы стаем как бы Неестественными Ненатуральными А когда к нам приходят Вот так скажем Нужда нарисовалась И тебе сразу надо Ты не успел Как бы очнуться Не успел все убрать И приготовить Ты сразу Нет Люди увидят Мои недостатки Вот это и есть гордость Вот это и есть Вот это Недостаток Этой простоты Нашей Вот почему написано Что Не заботясь О внешнем Плетении волос А заботясь Больше о внутреннем О внутреннем состоянии А мы больше На внешнее бьем Чтобы показуха Была На уровне А Бог говорит Лучше чтобы внутри В сердце был порядок Тогда и в доме Будет мир И простота А иначе Скандалы и ропот Это нас подводит К третьему Вот пункту Ропот Третий показатель Нашего сердца Который связан С гостеприимством Это именно ропот Еще хочется сказать И пригласить Вот людей Которые даже Недавно Приехали в Америку И вам кажется Здесь люди Такие уже все Непростые Здесь уже люди Такие Все такие Ну С разными там Понтами С разными там Непростые И вы как бы Боитесь их пригласить Даже к себе домой Кто вот недавно Переехал Да на жительство Сюда Я вам хочу Официально сказать Друзья Не бойтесь Иначе потом Вы сами можете Стать такими же Наоборот Зовите Наоборот В вашу квартирку Общайтесь Если вам не хватает Общения Наоборот Зовите к себе Здесь есть люди Старшего возраста Даже пенсионеры У которых уже Дети взрослые Друзья У вас такой потенциал Звать к себе людей Но звать с молитвой Замечать определенных людей Не просто друзей И родственников А вот так вот Господи Кому я могу послужить Кому Господи Пошли мне человека Вот эта молитва Она все меняет Все отношения И все твои недостатки Просто в доме Смотрятся по другому Потому что сердце Настроено правильно По другому Если у вас уже Взрослые дети У вас время У вас вечера свободны Друзья Сколько вы можете Служить людям Это большой потенциал Читаю с вами Первая Петра Четвертая глава Написано Девятый стих Будьте странолюбивы Друг к другу Без ропота Новый перевод Будьте гостеприимны К друг другу Без жалоб Интересно Эта тема Вот гостеприимство Или наш дом Писание Это связывает С ропотом Конкретно С ропотом Вам не кажется Что это не случайно Можно Много иметь Причин О чем Роптать Но здесь Целенаправленно Связь В одном стихе Очень Прямо Без всяких Там Нужно как-то Контекст разобрать В подводных Там камнях Очень прямо Гостеприимство И ропот Очень связано Оказывается Когда мы Даже на эту тему Говорим Возможно Даже сейчас Слушая Он внутри Как-то ропщет Ну если бы ты Знал то Если бы ты Понимал то Если бы ты Был женщиной Если бы ты То и то То ты Как бы Все по-другому Как-то у нас Уже идет Какое-то Оправдание А здесь Писание говорит Ропот Вот это Индикатор Нашего Сердца Эгоизм Гордость И ропот Вы знаете Давно Много веков назад Это же было написано И раньше Когда принимали людей Гостей Еще во время Скажем Авраама Там же были Что у них были Какие у них были дома Сколько бедрумов В палатке Палатка в пустыне Вы же понимаете Там пыли Куча И палатка Что там беспокоится Кажется Какой там ропот Палатки у всех Одинаковые А если где-то Они одинаковые То интернета нету Чтобы посмотреть на фейсбуке Что у него палатка Круче чем у меня Там у всех Палатки были Мы так думали Одинаковые Так же в пустыне было Когда они жили Евреи Здесь оказывается Что И уже тогда Получается Ну Как-то Писание Оно же На все века Ропот Ропот Или до Ой Пригласили А теперь нужно Много работы Суеты Не успеваю Накаляюсь Где-то там Срываюсь Где-то Противюсь Где-то Спорю Зачем Они взялись На мою голову И ропот После А теперь Убираю Не успеваю Там Обделили еще Кого-то Вниманием И вот Этот ропот Он и присутствует И знаете Что К сожалению Так часто Бывает Что По библейским Принципам Бог так Установил Что в семье Глава муж Но к сожалению Когда приходит Вопрос гостей Часто Кто Стоит Главой Можно Не отвечать Но здесь Тоже Нарушаются Библейские Принципы Здесь Тоже Хочется Сказать Давайте Будем Попроще Давайте Будем Попроще Давайте Будем Просто Попроще Не будем Такими Гордыми И мы Будем Через это Благословенны Друзья Хочется Нас всех Призвать Чтобы мы Запомнили Этот девиз Что наше Христианское Предназначение Или призвание Это Благословлять А не впечатлять Это как Золотой стих Его нету В писании Но хочется Чтобы оно У нас В памяти Осталось Наше призвание Благословлять А не впечатлять Мы призваны Благословлять А не впечатлять В английской Переводе Мы уже с вами читали Филиппизм 2 глава Написано Не старайся впечатлять Луки 19 5 Иисус Христос Как-то тоже Попросился К одному верующему Или даже Не верующему В гости Это был Закхей И сказал ему Закхей Мне надо быть у тебя В доме Я пропустил одно слово Там написано Сегодня Сегодня У нас гости Сегодня Вы что Сегодня Какое сегодня Сегодня у нас Там у детей Там музыка У детей уроки Сегодня у нас Там то и все Сегодня Мне надо убрать Сегодня Не убрала Не приготовила А так это Извините Это Христос Попросился Ах Христос Сегодня Ну конечно Я перепутал Я думал Что среда Вторник Знаете Бывает Сегодня же Нету Никаких занятий Конечно Конечно Христос Проходите Вот наша реакция На сегодня На нужду На человека В принципе Мы не против Даже и служить Но в нашем Расписании По нашим Критериям Или терминам Не по терминам Нужды Поэтому друзья Я вас Просто вдохновляю Дарите Другим праздник Если вам Тяжело От того Что вы Не Вас никто не приглашает В гости Кажется Вы ждете Приглашение Уже сколько лет Притча 18 Написана Именно для вас Сегодня Кто хочет Иметь друзей Сам будет Дружелюбен Легально Разрешается Приглашать В гости Даже если Тебя не приглашают Ты можешь Легально Приглашать К себе Так Так это делай Чтоб ты забыл О том Что тебя не приглашают Дари общение Приглашайте Как я уже сказал С молитвой Замечая Людей В нуждах Луки 14 глава Очень ярко Написано 12 стиха Когда устраиваешь Обед Или ужин Не приглашай Одних Только друзей Друзья Видите Эта мысль Повторяется В писании Это не просто Мое предложение Когда приглашаешь Не только друзей Приглашай И не только Родственников Или богатых Надеясь На ответное Приглашение Что они тебе Воздадут Чем-то Но когда призываешь Встань Склонись И помолись Скажи Господи Живу Все-таки Наверное Эгоистичной Жизнью Вот за год В моем доме Мало Мало На сцене Не могу Ну там Свои Есть Причины В церкви Не могу Служить Там есть Свои Причины А дома Почему Не можешь Служить Там снова Свои Причины Снова Те же Причины Те же У каждого Есть свой Уголок Служи Служи Людям Вы знаете Друзья Когда вы Помолитесь Так Господи Пошли мне Человека Который Сейчас Особенно Нуждается Помолитесь Так Недельку Бог Иногда Вам Пошлет Таких Людей Вы будете Сами Удивлены Бог Вам Пошлет Бог Отвечает И говорит Тем Кто Готов Действовать Не просто Готов Информацию Слушать Информация Не очень Приятная А который Готов Повиноваться Этому Божьему Зову Сердца Бог Говорит Таким Людям Друзья К тем Кто Готов Действовать Поэтому Пробуйте Именно Так Молиться Дальше Приглашай К себе Бедных Увеченных Хромых Слепых И будешь Благословен Хочется Добавить Приглашай Непопулярных Приглашай Тех Кого Никто Не пригласит Вот у нас Сейчас Будет И многие Мы четыре дня Проведем Просто сам Ну ладно Это нормально Семья Это хорошо Родственники Это нормально Один день Пусть будет Для родственников Но у тебя Четыре дня Выходных Четверг Пятница Суббота И воскресенье Хотя бы Один день Сделай Для других Праздник Это христианское Наше призвание Написано Ревнуйте Об этом Не забывайте Этого Но не зови Друзей И родственников Выходи из зоны Комфорта Людей Которых Таких Несчастных Которым Сейчас Тяжело В жизни Вот им Им не так Важна еда В Америке Слава Богу Нету голодных Им важно Твое Внимание Общение Что ты будешь Рядом С ними И что Твой дом Предназначение Твоего дома Оно не эгоистично Предназначение Твоего дома Оно не только Мой Мое И мне А Бог Мне дал Я им Делюсь Служу И этим Даю пример Своим детям Создавайте Эту зону Эту атмосферу И правила Общения Которые я советую Рекомендую Всем Которые будут Звать к себе Домой Это просто Рекомендации Не только Кушайте Но и Общайтесь Со всеми Общайтесь Общайтесь Чтобы общение Оно обогащало Вы знаете Что в первоапостольской Церкви Общение Это было Одно из Фундаментальных Вещей В церкви В первой церкви Помните Что собирались Христиане Они делали Преломление Хлеба Учение Общение И молитвы Общение Стоит на Высоком уровне Это то что Стеряется Сегодня Общение Мы стоим Опять же Снова все такими Более Сам своя крепость Изолируемся Общение Дальше Не осуждайте Не сплетничайте Третье Духовное назидание Пусть после этого Общения Люди не идут А летят домой Летят Если вы чувствуете Что вы Человек духовный А другие Не очень Так вот Вместо того Чтобы просто Их осуждать И говорить Вот как Какое пустое Общение Бывает Человек Побыл на Общении Говорит Какая пустота Больше туда Не пойду А к себе Пригласишь Или только На это место Становишься К себе Давай Давай К себе Поэтому пусть Вот эта Духовная Часть Она будет Там Присутствует Там Не навязчиво Не в тяжелой форме Но пусть люди Как-то Окрыляются А потом Имейте молитву Всегда И обязательно Приглашайте Своих детей Чтобы они с вами Стояли вместе Рядом И тоже учились И видели Этот пример В родителях Как нужно Жить Неэгоистичной Жизнью Как нужно Дарить Праздник А еще Лучше Детей Научить Детки Хотите Чтобы к вам Пришли Друзья Все дети Сразу Да И назовут Тебе А детки Хотите Убрать Перед Гостями Сразу Вот эти Маленькие Эгоисты Проявляются Детки Хотите Убрать После Гостей Нет Не хотим Правда Как здесь Мы сразу Видим Другую Картину А вот так Их Можно научить Как-то так Вот в действии Идя с ними Вместе По жизни Вот почему Друзья Празднуйте Сначала С семьей Потом Хотя бы Один день Уделите Кому-то А потом Отдыхайте 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 Евреям 13 глава Написано Страннолюбие Странноприимство Не забывайте Гостеприимство Ибо Некоторые Не зная Оказали Гостеприимство Ангелам Как вам Кажется Друзья Этот стих Актуальный Что сегодня В Америке Это забывают Написано Не забывайте Не забывайте Значит Люди Знают Знают Но забывают Если Друзья Возможно Вы проходите Такой сезон Что вы Хотели бы У себя дома Служить людям Но вы Не можете Потому что Ваша жена Против Потому что Ваш муж Против Такое тоже Бывает Вы бы Хотели Поделиться Хотели бы Послужить Кого-то Позвать Но кто-то Один Против У меня для вас Есть утешение Если Человек Способен Об этом Знать И вас Понимать То Бог Тем более Знает Ваше Сердце И понимает Вас Что Твое Сердце Готово Что Ты Хочешь В твоем Сердце Ты готов Если кто-то Один Противится Этому Каждый Понесет За свою Ответственность Главное Чтоб Твое Сердце Оно Было Готово Не стоит Сильно Там Напрягать Ситуацию Не стоит Бог знает Твое Сердце Точно И знает Твой Мотив Что Ты Хочешь Когда Сын Приходит К отцу И говорит Папа Я хочу Тебе Подарить Машину Я смотрю На своего Сына Десятилетнего И говорю Ну сынок Ну может быть С Валмарта Вот такую Можешь Подарить Но сынок Хочет Но не может И уже От этого Приятно Точно так же И Бог Он знает Ваше сердце И знает Ваши мотивы Если друзья У вас не получается Вот вы понимаете Что это нужно В вашей жизни В вашей семье Но у вас Как-то не получается Тогда знаете Что Вам нужно С молитвой Смириться Перед Богом И сказать Господи Я Гордый Я гордая Я Перфекционист I am a perfectionist У меня Вот это Вот это Не получается За год Я не смогла Господи За год У меня не было Таких побуждений И желаний Прости меня Помоги мне Господь Мой дом Принадлежит Тебе Моя жизнь Принадлежит Тебе Я хочу Принадлежать Тебе Заключение Перед молитвой Вы знаете Друзья Скоро движется Рождество Все помнят Этот праздник Рождество Какие события В истории Рождества Связаны с нашей темой Помните Рождество Иисус Христос Тема гостеприимства Помните Страдает Иисус Христос Кого-то Некоторым Некоторым некуда Некоторым некуда Ити И не с кем Праздновать Возможность Крисмас Будут выходных Много Тэнксгивен Выходных Много Новый год Выходных Много Христианам нужно Знать Как праздновать Праздники Поэтому Друзья Сегодня Это вся история Этот фильм Сценарий Повторяется Как в истории Иисуса Христа Так и сегодня Все заняты Все сосредоточены На себе Друзья Этот фильм Про нас Эта история Сегодня Про нас Сценарий Повторяется Вот почему Друзья Христианство Это религия Открытой руки Открытого сердца И открытой двери Как вам кажется Группа Можете пройти Больше вам нравится Благодарность На словах Друзья Внимание Последний вопрос Вам нравится больше Благодарность На словах Или на делах Лично тебе Тебе нравится Благодарность Больше на словах Или на делах Вот так же Друзья И Господу Можно просто сказать Господи Спасибо Можно сказать Господи Благодарю тебя За все А можно взять И сказать С этого дня Предназначение Моего дома Оно будет другим С этого дня Предназначение Моей жизни Оно будет другим И моя благодарность Богу Будет выражаться Не только на словах Она будет На делах Через мое добро Людям И это во многих Произведет Это процессы Невидимые для нас Производят во многих Обильное Благодарение Богу Ему слава За все Аминь Давайте мы поднимемся Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok